Привет, друзья! У этой актрисы достаточно богатая фильмография, и она продолжает пополнять ее интересными работами. Несмотря на свой почтенный возраст, Вера Васильева по-прежнему снимается в сериалах. Она была простой девчонкой, потом доброй мамой, и, наконец, превратилась в благородную бабушку, такой диапазон ролей, которые ей довелось сыграть за всю свою жизнь. Известность пришла к Вере Васильевой после съемок в картине «Сказание о земле Сибирской», где она сыграла главную героиню. Родилась Вера Васильева 30 сентября 1925 года в небольшой деревушке Сухой ручей под Тверью, в самой простой семье. Правда, мама Александра Андреевна в свое время училась в коммерческом училище, знала французский язык и лелеяла мечту переехать в столицу. Когда это удалось, женщина устроилась на завод, занималась воспитанием трех дочерей, ходила на вечерние курсы, готовившие инженеров-плановиков. Отца звали Кузьма Васильевич, он трудился водителем на том же заводе, что и супруга. Вере было 13, когда в семье родился четвертый ребенок, брат Василий. Детство Веры было бедным и полуголодным. Они жили в коммунальной квартире на чистых прудах, которая топилась с печкой. На кухне стояла одна раковина на всю квартиру, под полом хранилась картошка и квашеная капуста, вокруг которых сновали полчища мышей. Такие условия совершенно не располагали к развитию творческих наклонностей, но Вера была любознательной, много читала и предавалась мечтам о лучшей жизни. Первый раз девочка оказалась в Большом театре, благодаря маминой подруге, которая взяла ее с собой. Она смотрела постановку «Царская невеста» и поняла, что очень хочет вырваться из своей коммуналки и тоже стоять на сцене. После этого ее стало интересовать все, что касалось театра. И появилась мечта. Васе исполнилось два года, когда началась война. Мама отправилась с ним в эвакуацию, одна из сестер с медицинским дипломом уехала в Киргизию, вторую с Министерством обороны, где она трудилась, также отправили в тыл. И только Вере пришлось остаться с папой в Москве и познать на себе все ужасы военного времени. Вместе со взрослыми девочка-подросток носила тяжеленные ящики, наполненные песком для тушения зажигательных бомб, оставалась дежурить на крыше и втайне от всех мечтала о победе и о том, что непременно станет актрисой. В начале войны отец помог Вере устроиться на завод и ей выдали карточку на продукты. Она попала во фрезеровочный цех, где занималась обработкой деталей, а по вечерам бегала в школу рабочей молодежи. В 1943 объявили о наборе в Московском городском театральном училище, и Вера поняла, что это судьба. Она быстро отнесла туда нужные документы и почти без труда оказалась в списке его студентов. Учиться ей довелось на курсе Готовцева. Диплом об окончании училища Васильева получила в 1947 году. В ее жизни было место всему яркому творчеству, славе, всенародному почитанию, счастливому браку и огромной безответной любви. Вера Васильева семь лет была счастлива своей любовью. Она боготворила Бориса Равенских, была готова отдать за него даже жизнь. Но ему эти жертвы оказались совершенно не нужны. Борис Равенских был приглашен в Театр сатиры в 1949 году для постановки новой пьесы. Он появился на первой читке и сразу же заразил своим вдохновением всю труппу. То и дело раздавался его задорный смех. И в ответ просто невозможно было не смеяться. Как-то сразу открылась и глубина, и трогательность примитивного, в общем-то, сюжета из жизни простых колхозников. Сразу чувствовалось, что он подошел к постановке основательно. Борис Равенских уже при прочтении пьесы много рассказывал о деревенских девушках, об их целомудрии и гордости. Все благоговейно слушали мастера. А когда читка закончилась, роли уже были распределены, все оставались на своих местах. Все словно забыли об отдыхе, о вечернем спектакле, о репетиции. Он радовался, как ребенок, замечая легкую влюбленность артистов в него. Это придавало ему сил и дарило вдохновение. Начались репетиции. Вера почему-то считала, что у нее ничегошеньки не получается. Не такая она смелая и бойкая, как невеста из пьесы, роль которой ей доверили. И ответить она так, как ее героиня не может, хотя и старается. Только ласковые глаза партнера Володи Ушакова успокаивали ее. Далеко не сразу Вера поняла, что все ее смущение, робость, неуверенность в себе вовсе не от отсутствия профессионализма, а от того, что она боится не понравиться режиссеру. Этому удивительно талантливому и сильному человеку Борису Равенских. Вера Васильева на репетициях очень старалась. Слушая долгие размышления режиссера о русских девушках, об их чистоте, скромности, силе, она все больше и больше влюблялась в него и хотела соответствовать его идеалу. Она даже освоила озорные русские танцы, хотя давались они и с трудом, так как совершенно не соответствовали ее натуре. Равенских видел это, но поощрял старания своей актрисы, смотрел с одобрением, помогал и подсказывал. Вообще все в этой постановке казалось необыкновенным. Участники спектакля всюду появлялись в сопровождении своей гармошки, в разных уголках театра они учили танцы, пели, повторяли диалоги. Они буквально не давали прохода своему режиссеру. Стоило ему только войти в театр, как тут же вокруг него появлялась стайка актеров. Они же дружно провожали его до общежития, где он жил с супругой. Но как-то Борис Иванович сам пошел ее провожать. И она, рабея, пригласила его в гости, в крохотную комнатку в коммуналке. Родные Веры Васильевой приняли известного режиссера, вполне радушно, напоили чаем и он засиделся до трех часов ночи в этом уютном доме с доброжелательными хозяевами. А потом Верочка пошла его проводить до ворот. Она на всю жизнь запомнила, тепло его нежных рук на своей щеке, его добрый восторженный взгляд, его губы на своих губах. Она замирала от восторга, а потом пугалась силы собственных чувств. Это была любовь. Большая. Настоящая. Она настолько изменилась, что коллеги это немедленно заметили. Она, наконец-то, к 25 годам поняла, что она настоящая королева. Нет, внешне Вера Васильева была все той же скромной, слегка застенчивой девушкой, но внутри нее все пело от очарования любви. Она была одновременно и святой, и грешной, сильной и слабой, нежной и страстной. Естественно, что это сказалось и на ее роли. Она заиграла совершенно новыми красками. Ведь теперь не только ее героиня, но и она сама знала, что такое любить и быть любимой. Любовь окрыляла молодую актрису. И тут наступил какой-то феномен любви. В нее стали влюбляться, загадку ее преображения пытались отгадать. Мужчин притягивало к ней, словно магнитом. Но в ее жизни был только он. Она готова была слушать его часами, выполнять все его поручения, указания, просьбы. Она таяла под его лучистым взглядом и горевала от случайно брошенного гневного слова. Любовь преобразила ее. Только рядом с ним она стала жить. Каждая минута рядом с любимым была счастьем, а каждая секунда в разлуке была горем. Потом была премьера спектакля, вызвавшая буро восторгов зрителя. Его показывали 900 раз. И каждый раз, выходя на сцену, она почти не играла, а жила. В счастье и любви. Счастьем и любовью. Только вот его жизнь уже пошла совсем по другому пути. У него была новая постановка, потом новая должность. А у нее только он и ее роль счастливой невесты Ольги. Когда она вернулась с гастролей, он был уже в разводе. Он был свободен, но даже и не думал делать ей, восторженной, влюбленной в него девушке, предложение. Он жил своей жизнью, а она все ждала. Вера Кузьминишна надеялась, что после премьеры все изменится, у Бориса Ивановича появится больше времени, он вспомнит о ней. Только иногда раздавался в ее квартире посредине ночи звонок. Она босиком бежала в общий коридор, она знала, что звонит он. А он, понимая, что она не спит в такой поздний час в ожидании его звонка, будто не радовался, а раздражался ее терпением и преданным ожиданием. На премьеру прийти он ей не разрешил. И не позвонил. Он был занят. Он не помнил о ней. Вера же просидела всю ночь у телефона, в ожидании его звонка. Она так хотела услышать его родной голос. Она так надеялась, что этот день станет праздником и для нее. Звонок раздался только утром. Но не от него, а от Володи Ушакова. И снова спросил, когда же она согласится стать его женой. Он любил ее уже шесть лет. Вера Васильева, измученная ночью одиночества и тоски, сказала, что уже согласна. Она действительно вышла за него замуж, научилась любить его. И была верна все 56 лет их брака. Она никогда не виделась больше с Борисом Ивановичем, не разговаривала с ним по телефону. Только позволила себе издалека попрощаться с любимым, когда он навсегда покинул этот мир. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.